Всем привет! Меня зовут Анна Германа, я персональный стилист. И сегодня мы будем с вами говорить о летнем капсульном гардеробе. Поехали! Напомню, что капсульный гардероб это гардероб, в котором все вещи, или практически все вещи, потому что бывает так, что действительно классная по цвету, или по фасону, или по структуре ткани, ну в общем неважно по какой причине классная вещь, но она сочетается не прямо со всеми исключительно вещами в вашем гардеробе, но отлично вписывается в эту капсулу. В таком гардеробе всегда найдется что носить, не будет вопроса, что с чем сочетать. И давайте сегодня посмотрим на мою версию такого капсульного гардероба. И я оставлю под этим видео ссылки на некоторые вещи, которые я использую в этом гардеробе, те, которые я приобретала на русских сайтах, потому что это будет удобно для моей русской язычной аудитории. Поэтому давайте посмотрим, как выглядит эта капсула у меня. А вы в свою очередь покажите, какую капсулу вы по аналогии с моей составите в своем гардеробе, в своих цветах, в каких-то фасонах, в инстаграме. И выложив фотографию или несколько фотографий, подписав эти фотографии хэштегом мойфэшн. Вот так он пишется. И я, собственно, потом смогу прокомментировать ваши чудесные находки, ваши интересные решения стилистические в вашем гардеробе. И мы все вместе посмотрим, как это получилось у вас. А то, что вы все время на меня да на меня смотрите, давайте и на вас тоже посмотрим. И узнаем, как одевается народ, который смотрит мой канал. Итак, давайте посмотрим, из чего состоит моя капсула. Видите, она достаточно пестрая, как обычно, потому что я люблю сочетание различных фактур, принтов и цветов. И это мой подход к стилизации своего образа. Ну, а вы совершенно можете не согласиться с этим, и это ваше право абсолютно, но немножко вдохновить я вас обязана своим подходом. Итак, моя капсула состоит из трех низов. Первый низ это Кюлота Зара, свободный. Вообще, вся концепция этой капсулы, естественно, основана на комфорте. Потому что мода модой, но быть в некомфортной одежде для меня абсолютно не мой, в общем, вариант. Поэтому, несмотря на то, что эта вещь будет меня там супер как-то стройнить, или она будет очень дорого выглядеть, или она будет что-то там мне придавать еще, я ее не надену, если она не будет комфортной. Поэтому все вещи, которые сегодня висят на этом рейле, кронштейне, я предпочитаю слово кронштейн, честно говоря, они все очень комфортные. Это ключевой момент. Кюлоты такого бежевого цвета, который отлично дружит со всеми цветами из этой капсулы. Второй момент, это цветная юбка. Я нашла для вас аналог этой юбки на сайте toptop.ru, и ищите ссылку на эту юбку и на другие вещи в инфобоксе под этим видео. Стройная по косой, в таком бельевом стиле, но так как у нее активный принт на черном цвете, то она не выглядит бельем. И, кстати, в прошлом видео оранжевая юбка как раз вот из этой же серии, соответственно, эта юбка, это Anthropology, такой английский бренд. Следующие брюки, это брюки, даже я бы сказала не брюки, а штаны на кулиске, они тоже очень комфортные, удобные. Это J.Crew, они шелковые и тоже имеют классный принт. И вы видите, что в низах у меня уже есть несколько принтов, и, соответственно, они не пересекаются друг с другом, то есть я их не буду носить никогда вместе, поэтому здесь я могу разгуляться. Так, теперь по легким верхам. Первая блуза тоже имеет принт. Классная блуза, она выполнилась хлопкой. Это еще один приоритет в моем выборе для себя и для своих клиентов. Я всегда стараюсь выбирать натуральные ткани, несмотря на бюджет, если он даже ограниченный. Все равно всегда в любом бренде, в масс-маркете можно найти натуральные волокна. Вторая рубашка, она уже другого совершенно силуэта, тоже хлопок. Совершенно другое у нее предназначение. Она может быть офисная, она более такая структурная, она более плотная, она такая накрахмаленная, ну потому что новая. Выбирала я ее на сайте toptop.ru и ссылку на нее я оставлю под этим видео. Следующий топ блуза футболочного типа, это Эллен Фишер. На самом деле старческий бренд, как я называю. И такая блуза могла оказаться и на 20-летней девушке, и на 30-летней, 40-летней, 50-60-летней женщине. Поэтому говорить о том, что в этом бренде я не одеваюсь, потому что он какой-то, ну окей. Можно, конечно, так делать, но если вещь классного качества, хорошо, по хорошей цене, я покупала на распродаже в Норстром Рэг. Те, кто живет в Америке, знают, что это такое. И, соответственно, она безумно классного цвета. Футболочный у нее крой, это очень важно, потому что она имеет спортивный подтекст, но при этом выполненная из легкой вискозы, соответственно, шитая и нетрикотажная блуза, которая держит форму и красиво трапируется. Это очень важно. Итак, следующий блок, это второй слой. То есть то, что мы носим на первый слой, на легкие верха. Я очень люблю этот блок одежды, если можно так сказать. Почему? Потому что без второго слоя я не мыслю вообще своего повседневного образа. Я не очень люблю жару, если не сказать больше, то есть я вообще не переношу жару. Но выросла я в северном регионе, то есть в Санкт-Петербурге. Я живу в Сан-Франциско, но не в самом Сан-Франциско, и здесь бывает в моем регионе жарко. Температура может отличаться в 10 градусов, это очень интересный момент этого климатического региона. Поэтому без второго слоя, в принципе, я не мыслю ни гардероб своих клиентов, ни свой собственный образ. Почему? Потому что это очень удобно, потому что мы можем позволить себе надевать платье на бретелях, платье с какими-то неприкрытыми руками. И начнем с обзора. Первое это платье Тренч, можно так его назвать, из очень легкого сжатого хлопка. Вторая незаменимая вещь это жакет. Мягкий жакет, обращаю ваше внимание, потому что очень многие девушки, женщины боятся почему-то до сих пор жакетов. И на шопинге мы часто спорим о том, что, ну не спорим, ну как бы я стараюсь не спорить с клиентами. В общем, слышу мнение о том, что жакет это что-то очень серьезное, мужеподобное и некомфортное. Вот, я в поддержку жакетов могу сказать следующее. Это незаменимая деталь гардероба сейчас, в данном периоде времени, в данном контексте временном, да, стилистическом и модном контексте. Потому что жакеты сейчас на пике популярности, это раз. То есть, это легкий способ сделать свой образ актуальным. Я не говорю супер-мега-модным, а актуальным. Это важная разница. Второе, жакет всегда собирает форму. И третье, он может быть комфортным, как вот этот жакет, который очень мягкий. Он без, они могут быть, кстати, без подкладки, здесь на подкладке. Либо без плечиков, как здесь. И по функционалу они соответствуют трикотажному кардигану, по сути. Но трикотажный кардиган делает форму обтекаемой, вообще ее может размазать, как говорится визуально. А жакет, он всегда собирает наш образ, он делает его актуальным. И мы выглядим всегда немножечко с шиком в этом жакете. Не только в этом, вообще они могут быть абсолютно разной длины, конфигурации и в тканевом исполнении цветовым тоже. И еще один жакет, который я хочу вам показать, или куртка, или рубашка, по-разному ее можно называть, на кнопках и из хлопка. И эту вещь я тоже выбрала на сайте топтопру, поэтому ссылка будет внизу под этим видео. И мы сегодня увидим, как круто она вписывается в эту капсулу. И последний элемент второго слоя, он может быть и первым, кстати, это худи. Я не люблю вязанный трикотаж, несмотря на то, что вязанный трикотаж сейчас очень популярен. Опять набирает обороты все эти трикотажные кардиганчики, маленькие, длинные, большие, на запах. В любом случае, я до сих пор продолжаю верить в вот такой шитый трикотаж плотный. Это худи, покупала я в прошлом году в Кос. Подобную вещь можно, в принципе, купить во многих брендах, поэтому она не обязательно должна быть такого белого цвета. Хотя, обратите внимание, что это абсолютно разный белый цвет. Я предпочитаю, конечно, более теплый оттенок белого, потому что он более комплиментарен лично мне и вообще большинству девушек славянской внешности. Переходим к платьям. Это отдельная история. Почему? Потому что платья для меня в последнее время стали одним из самых комфортных видов одежды. Последние две мои новинки в моем гардеробе лично. Это платье с вот таким элементом на зоне талии, который можно завязывать по-разному. Второе платье тоже, кстати, имеет подобную конструкцию в зоне талии. То есть она завязывается здесь на... здесь делается какая-то драпировка. Значит, рубашечного типа вверх, полочка передняя. И я еще его не носила, как вы видите. Это NW Stories. Итак, поговорим про обувь. Про обувь и про сумки и про аксессуары. Я могу сказать, что первый аксессуар, который я вижу, это шляпа. Естественно, это прекрасный летний атрибут любого гардероба. Вы можете выбирать шляпу, которая идет именно вам. Мне идет все. Я уже это говорю неоднократно и в своем инстаграме здесь. Так я решила. И, в общем, так оно и есть. Вот. Соответственно, это Fedora Head. Fedora шляпа. Шляпа в форме... форма называется Fedora. И это Zara. Давайте поговорим про сумки, потому что их у меня всегда в гардеробе очень много. Это распродажа Bimbo & Lola. Это испанский бренд, который тоже продается только в Европе и в Великобритании. Там я, собственно, ее и покупала на распродаже. Мягкая сумка, абсолютно комфортная и зимняя, и летняя одновременно. Вторая сумка более, наверное, имиджевая. Хотя, кому как. Кто-то любит в руке носить. У нее есть еще длинная ручка. Вы потом это увидите в моем локбуке. Это, опять же, находка с сайта TopTop.ru. Заходите в инфобокс, и там будет ссылочка на эту сумку. Так что, обратите внимание. Очень классный цвет, который прекрасно вписывается в эту капсулу. И третья сумка, опять же, распродажная, принтованная, которая повторяет практически принт на рубашке. Но можно ее и так тоже носить вместе с простыми джинсами, к примеру. И я ее тоже покупала уже, наверное, больше года назад на сайте Масси Магуи. Итак, первый образ – это платье в горох с элементом драпировки на уровне живота. Добавляем к этому платью интересные нюли или лодочки с таким классным, интересным дизайном на низком каблуке. И гвоздем этого образа, естественно, становится сумка-ветро, которая такая смешная, очень, казалось бы, нелепая с одной стороны, с другой стороны. С другой стороны, она является очень ярким элементом, который привлекает внимание и придает этому образу изюминку. Посмотрите на то, что всего два цвета присутствуют в образе, и в этой лаконичности есть и женственность, и капшик. Второй образ становится более спортивным, потому что появляются спортивные элементы в виде худи и простых базовых сникерсов – кет. Добавляем нейлоновую мягкую сумку, которая тоже вторит этой стилистике, и получаем очень комфортный, но женственный образ. Далее пойдут образы с платьем комбинации белого цвета, такая жемчужная, очень интересный у него цвет у этого платья, необычный. И образ выполнен весь в белых цветах, то есть в оттенках белого. И я считаю, что это гвоздь этого лета, когда вы можете сочетать белые цвета между собой. Они могут немножко отличаться друг от друга по оттенку, но здесь они все одной гаммы, то есть все теплые. Со следующим образом мы делаем то же самое, что и во втором луке, то есть просто меняем аксессуары и худи, и, соответственно, получаем еще одну вариацию образа с базовым платьем комбинации. Многие боятся его носить, но зря, и девушкам разного телосложения оно подойдет, это 100%. Итак, образ номер 5, опять же, на базе этого платья добавляем туда, он тоже будет полностью белым, мы просто меняем фактуры, добавляем платье-тренч и носим его как тренч в этот раз. И, в общем, другого здесь не будет в этом лукбуке, но его можно носить как платье, соответственно. Добавляем сумку к цветочным принтам, и лук готов, у нас есть акцент на сумке и такая интересная гамма всего остального образа. Обратите внимание на аксессуары, они в морском стиле, это один из самых ярких трендов в этом сезоне. Так, следующий образ более яркий, мы добавляем яркие лодочки, это Тиби, и жакет, куртку зеленого цвета от Top Top Pro. Подвески-монетки будут хорошо смотреться в этом сочетании, и вообще, это еще один тренд этого сезона. Добавляем сумку уже небезызвестную, и лаконично яркий образ на каждый день готов. Как еще можно обыграть это платье, добавив, например, рубашку, которую мы завязываем на талии на узел, и таким образом подчеркиваем талию, и делаем себе очень комфортный повседневный образ, который, опять же, обыгрывается с помощью простых аксессуаров. И получилось, на мой взгляд, очень свежо, и при этом нетривиально. И еще одна вариация предыдущего образа, мы меняем сникерсы на бабуши, это такие тапки без задника в восточном стиле, и добавляем куртку зеленого цвета, и у нас появляется еще один акцент в виде цвета, и другое прочтение этого образа. Несомненным фаворитом этого лета стала юбка в стиле 90-х. Она может быть однотонной, или, как у меня, спринтованной. И здесь я предлагаю этот принт успокоить с помощью лаконичного верха. Это жакеты с блузой футболочного типа и аксессуаров в тон. Нет ничего проще повторять то, что мы уже делали ранее. Это обыгрывать вещи определенными способами. Добавляем ходи, спортивные элементы, и у вас готов лук для прогулки с ребенком, или на какой-нибудь парке. Но у меня для вас есть и деловая, более деловая версия офисная. Хотя я предлагаю рубашку завязать нетривиальным образом, сделать акцент на талии с помощью узла на рубашке. И, собственно, добавить опять же сумку, к которой можно пойти на работу, и, не меняя обувь, отправиться в офис. И мой личный фаворит этого лета – это синее платье от бренда Аркет. Отличное сочетание цвета, фасона и ткани. Для меня это вообще суперудобный вариант. Делаем более вечерний лук за счет яркой обуви и белого жакета. Добавляем, опять же, всем известные же аксессуары. И у нас готов лук для, не знаю, какого-то похода в театр, например. Я очень люблю красивые вкусные сочетания и сочетание синего и зеленым. На мой взгляд, в этой комбинации просто великолепные. Я в восторге от этого сочетания. Добавляем белую обувь. Это тоже топ-топ.ру. Заходите в инфобокс и проверяйте, что там есть для вас у меня. Добавляем известную всеми сумку. Она у меня уже не в одном видео задействована. И классный городской образ готов. Следующие два образа будут с джоггерами и шелком. Это, в общем, такие штаны на резинке. Но при этом, сочетая их с классическими элементами гардероба, то есть, например, с рубашкой на выпуск, вы делаете образ более формальным, может быть, даже нарядным. И таким образом можете пойти на работу в обычных практически шелковых трениках. Нет ничего круче. Ведь на самом деле комфортно сидеть 8 часов за компьютером именно в таком наряде. Еще один образ с этими же брюками. Более, наверное, сдержанный по цвету, потому что белый цвет более приглушенный, более теплый. Не такой нарядный, как кристально-белая рубашка из предыдущего образа. Но при этом образ очень получился деловой, повседневный, городской, очень понятный и комфортный. Мне кажется, что принцип построения образов вам уже должен быть очень понятен. И здесь, собственно, в следующих образах тоже будет такая же система комбинирования. Мы берем брюки, кюлоты, они просто другого фасона и другого цвета, и, соответственно, образ сразу меняет свою стилистическую историю. Но все остальные элементы одни и те же. Поэтому берите на карандаш, что можно по-разному, можно сочетать одни и те же вещи, можно сочетать разные вещи одинаково, и от этого вариативность вашего гардероба увеличится. Моя любимая рубашка. Тоже завязываем ее на животе. Добавляем шлепки черного цвета в контрастные они. Это могут быть, кстати, и не шлепки, а какие-нибудь саножки на каблуке или что-то вроде того. И у нас появляется новый образ. Далее добавляем в платье тренч, как тренч, и образ становится более теплым, комфортным. И появляется еще одна игра фактуры ткани в этом образе. И последний образ на сегодня с белой рубашкой, с белой обувью, где мы рубашку, как вы поняли, я этим летом люблю связывать все на животе. отлично будет смотреться и с этими брюками тоже. Добавляем принт единственный в образе и получаем очень классный летний городской фунг. Итак, друзья, это была моя капсула на лето на ближайшие несколько месяцев. Естественно, ее можно обогащать различными другими предметами гардероба, увеличивать количество обуви, сумок и так далее. И не забывайте о том, что у вас тоже есть возможность показать свою капсулу, не стесняйтесь это делать, это очень полезно. Под хэштегом мойфэшн выкладываю фото в инстаграме в своем аккаунте и подписываю этим хэштегом свои работы. И я объявлю в своем инстаграме тоже подписывайтесь на Анна Германова. Это мой инстаграм, он звучит так же, как мой канал. На YouTube все мои соцсети одинаково называются. Соответственно, да, где я разберу несколько ваших фотографий, ваших капсул, и вы получите бесплатную консультацию вашего любимого блогера и стилиста. И спасибо за то, что смотрели это видео. Было очень приятно снова виртуально с вами увидеться. Надеюсь, вам было так же. Если это видео оказалось для вас полезным, то не забывайте делиться ими с друзьями. Не забывайте подписываться на мой канал, если это было первое видео, в котором мы с вами виртуально познакомились. Ставьте лайк, комментируйте. И до новых встреч. Всем пока-пока.